Когда страх приходит в вашу жизнь, у вас есть Божье Слово, и вы начинаете выражать любовь, и начинаете провозглашать те вещи, которые Бог сказал. Он всегда призывает меня торжествовать. Он никогда не оставит меня и не покинет меня, и я не позволю страху обкрадывать меня. Вера может загрязняться. И очень часто она загрязняется страхом. И поэтому иногда я называю веру без страха, и особенно в этом учении я называю ее абсолютной верой, имея в виду, что в такой вере нет никакой примеси страха. Нет неверия, нет сомнения в ней. Позвольте вам это показать. Я бы хотел вам что-то показать, а потом мы к этому снова вернемся. Посмотрите в Матфея 14 главу, пожалуйста. Матфея 14 глава. Хорошо. И здесь о том, как Петр увидел Иисуса, идущего по воде. Помните, я сказал, что вера доминирует, что при помощи веры мы можем доминировать над законом притяжения. Давайте посмотрим, что говорится в Матфея 14 главе. Скажите вместе со мной, слава Господу. Стих 23. И когда он отпустил народ, он зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка уже была на середине, и ее било волнами. Потому что ветер был какой? Противный. Противный означает, что ветер был против них. И в четвертую стражу ночи... Четвертая стража ночи, это сколько времени? Кто знает. Это между тремя утра и шести утра. Итак, в четвертую стражу ночи Иисус пошел к ним по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили, Это призрак. И они вскричали. От чего? От страха. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это Я, не бойтесь». И Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». И он сказал, «Иди». И когда Петр вышел из лодки, он пошел по воде, чтобы пойти к Иисусу. Но когда он увидел сильный ветер, он что? Испугался. И начав тонуть, закричал, «Господи, спаси меня». И Иисус тотчас просил руку, подержал его и сказал ему, «О ты, что? Маловен. Для чего ты, что? Усомнился». Итак, сомнение лишило его победы. Сомнение вошло в него очень-очень. Оно отвело его взгляд от Слова Божьего и направило его взгляд на обстоятельства. Сомнение подавило его и украло у него победу в том, что он шел по воде. Украло его превосходство. В одно и то же время. Страх, как говорил один человек, самое большое препятствие на пути к успеху. И самое первое, что он создает, это паралич. Давайте вернемся обратно и посмотрим на второзаконие седьмую главу, пожалуйста. Здесь Моисей говорит о том, чтобы пойти в землю Ханаана и взять во владение обетованную землю. «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, которую ты идешь, чтобы овладеть ею и изгонит от лица твоего многочисленные народы, Хитеев и Гергесеев и Амареев и Хананеев и Ферезеев и Ивеев и Иусеев семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя». Это очень, очень важно. Это семь народов. И то, о чем мы начали говорить на прошлой неделе, это мы начали говорить о двух тех духах. И один из тех духов, и мы начали говорить, что один из тех духов имеет дело с тем, что он способен удержать Божьих людей от их обетований, от обетованной земли. Фактически, на самом деле, мы говорили... О каком духе мы говорили в последний раз? Паразиты. И эти духи есть просто то, что они есть. Они духи. И они приходят и стараются контролировать людей на этой земле и держать все под сатанинским контролем. И смотрите, о чем здесь говорилось. Они многочисленнее и сильнее тебя, чем ты по своей природе. Вспомните, что он сказал в Исходе в главе 3. «Я уверен, что царь египетский не позволит вам уйти, если не принудить его рукой крепкою». Вспомните, что я говорил вам, что царь египетский не разрешит вам уйти с помощью человеческой силы. Поняли? И если вы знаете что-то о Захарии, и позвольте мне это зачитать. Захария 4, глава, стих 6. «Тогда отвечал он мне и сказал, это слово Господа к Зарававилю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Самоов. И интерпретация слова воинства здесь – это армия, не армией, не властью или человеческой способностью, но моим чем? Духом, говорит Господь. «Вы будете освобождены, но не армией или человеческой способностью, но моим помазанием». Это имеет силу, я хочу это получать. Итак, эти народы сильнее, и что мы уже сказали, каждый в этой нации что-то имел. Другими словами, каждый из них это сильный человек, и хитей это духи страха, и они сияют сомнения и страх, и они делают христиан, они стараются сделать христиан боязливыми. А Бог сказал во втором Тимофея в первой главе, в седьмом стихе, он говорит, «Ибо дал Бог нам духа не боязни, но силы, любви, продолжайте, и целомудрия». Обратите внимание, что есть страх. Страх есть что? Дух. Вам нужно это осознать. Страх есть Дух. И один из путей, каким он действует, это прийти и загрязнить вашу веру и ограбить вашу веру, так, чтобы он мог вас сконтролировать. Теперь, если вы посмотрите в книгу Иова, Иова, третью главу, пожалуйста, в книге Иова, вы помните книгу Иова, не так ли? Окей. У Иова были крупные проблемы. Но давайте посмотрим и увидим, что случилось с Иовом. Посмотрите, что говорится в Иова, в третьей главе, в двадцать пятом стихе. «Ибо ужасное что? Чего ужасался? Что? То и постигло меня. И то, чего я боялся, что? То и пришло ко мне». Смотрите, всякий раз, когда вы встречаетесь с вашими страхами, вы движетесь по направлению к ним. И они ослабят и будут вести вас к тому, чтобы вы ослабли в вере. Когда вы отступаете перед страхом, те власти будут усиливаться до тех пор, пока они не постараются завладеть в конечном итоге контролем над всей вашей жизнью. А кто-то сказал, что немного страха полезно для здоровья. Ладно? Давайте перейдем к книге Откровения. Давайте перейдем к книге Откровения, главе двадцать один, пожалуйста. Откровение двадцать один, седьмой стих. «Тот, кто побеждает, наследует все, и я буду ему Богом, а он будет мне сыном. Но боязливых же и неверных, и скверных, и убийц и развратных, о, боязливые идут вместе с развратными, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере». Итак, участь всех боязливых в озере Огене. Не бойтесь. Вы даже не можете получать от Бога, если у вас страх. Почему? Потому что страх соединяет тебя с врагом. Вот почему враг хочет, чтобы ты боялся. И это дух. И вы, и когда вы говорите о страхе, люди не знают, о том, что у них есть страх до тех пор, пока Дух Божий не откроет им это, до тех пор, пока им не станет страшно. Я слышал, люди говорят, «Я могу сделать это, я сделаю то и то». Они начинают что-то, и появляется страх. Давайте возьмем, к примеру, людей, летающих самолетом. Я вспоминаю тренировочные полеты. Я вспоминаю одного парня, вспоминаю тренировки пилотов. И всякий раз, когда он взлетал, он наполнялся страхом. У него сдрагивал живот, и душа уходила в пятки. И он оставил полеты, он не смог с этим справиться, и они отправили его куда-то, потому что он не мог посадить самолет. Он мог поднять самолет, но не мог посадить его. Это действительно удивительная ситуация. Но это было тренировки пилота, и у него был инструктор с ним. И он поднимался, но когда приземлялся на землю, он видел, как на него поднимается эта полоса приземления, и он просто не мог приземлиться, он просто вновь поднимал самолет, и в конце концов инструктору приходилось сажать самолет. И я помню, как я зашел в его комнату, и он говорил, «Я не понимаю, что происходит». И он пытался пить, чтобы заглушить это чувство. «О, мы делаем многие вещи, чтобы избавиться от страха». Скажите «Амэн». И это демон, и он должен быть изгнан. Понимаете, что я говорю? И вот что случилось. И он хороший парень, приятный человек. У него был просто страх. И некоторые люди скажут, «Я боюсь летать». Нет, у вас страх умереть. Это связано со смертью. Вот чего вы боитесь. И вот те главные страхи, какие люди сегодня имеют в своей жизни. Первое – это страх смерти. Второе – страх неопределенности. Третье – это страх перемен. И четвертое – это страх бедности. Вот такая последовательность, говорю вам. Смерть, неопределенность, перемены, бедность. И вам нужно поразить эти страхи. Если вы боитесь умереть, победите это. Если вы боитесь изменений, перемен, делайте что-то другое. Если вы боитесь неопределенности, выводите себя из зоны комфорта. Если боитесь смерти, ну давайте, летайте. Да, скажите «Амэн» на это. То, что я говорю, это то, что враг приходит и старается перенести страх в вашу жизнь. Вспомните хитеев. Ночные кошмары. За этим стоят хитеи. Давайте, постарайтесь мне сейчас помочь. Это хитеи. Цель которых остановить вас. Они не могут остановить вас, чтобы вы спаслись, но они стараются сдерживать вас, остановить вас. Они хотят, чтобы вы боялись, всего боялись. Вождение, боялись плавать, боялись всего. Все фобии контролируются хитеями. Все. Страх старения, страх того, что вы слишком молоды, страх женитьбы, страх того, что вы еще не женаты. Хорошо, я не знаю, слава Господу. Может, я зашел слишком далеко. Но страх, страх. Но вы знаете, о чем я говорю. Окей. И хитеи — это самый невидимый и самый обманывающий тип духов. Мы называем это способностью хитрить. Потому что он может спрятаться и потом внезапно появиться в какой-то особенный период и в особом месте. И вы не будете знать, на самом деле, что там присутствовал страх. И народ, он может вызывать, являться причиной самых разных вещей. Это особенная комбинация вашего ума и ваших эмоций. Вот почему говорится, что Бог дал нам не духа страха, но от чего? Силы, любви и, ну давайте, целомудрие. Он может людей заставить дышать тяжело, и они будут задыхаться, и он может разбить людей, и он может сделать разные судьи. Это страх. Его задача — парализовать вас, остановить вас прямо там, где вы находитесь. И вам нужно посмотреть в лицо вашим страхам. И вы не делали этого ранее, потому что вы боялись. А теперь вам нужно сделать это. Вам нужно сделать это. Вам нужно сделать это. Сделать это верой. И ваша вера, ваше действие верой изгонит дух хитеев. Скажите «Амэн» на это. Потому что вера соединяется с помазанием. А помазание разобьет всякое ярмо. И продолжайте. Разобьет врага. Окей? Удивляюсь, как хитеев влияют на людей, контролируют сами действия людей. Они не могут. Они не могут жить, они не могут идти, не могут поклоняться, как хотят. Они иногда не могут слышать слова правды. Они могут начать бояться, зажаться от слов правды. Они не хотят слушать о вещах, о которых нужно говорить в терминах Божьих вещей. Потому что духи просто манипулируют ими. Управляют ими. Библия говорит, в страхе есть мучение. Они мучают их. Свидетели вы за тем, что я говорю? Это вызывает мучение. 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. Это где действительно царь Иезекия. Он был хороший царь Израиля. И он начал царствовать над Иудеей. И под его продвлением Иудея была действительно победоносной. Но теперь вот что случилось. И он удалил все высоты всех этих ложных богов, которым они поклонялись из-за плохого руководства. И он вернул обратно веру и доверие Господу. Но теперь сюда приходит Ассирия. И они воюют против израильтян. Они окружили, осадили соседние города вокруг. И теперь они приходят к Иезекии. Итак, они приходят к Иезекии и начинают говорить к нему. И много раз это то, с чем людям нужно быть особенно осторожными. Это слушание дьявола. Нельзя слушать его. Я сказал, нельзя слушать его, потому что его задача убедить тебя в чем-то, что ложно и неверно. Итак, посмотрите на... Посмотрите на 12 стих, 18 главе, 4 книги Царств. За то, что они не слушали глаза Господа, Бога Своего, но приступили заветово и все, что Моисей заповедовал, Моисей и Рам Господень, и не слушали и не исполняли. Другими словами, вот почему Ассирийский царь мог взять Израиль, потому что они не слушали Бога Своего. Стих 13. 14 год царя Иезекии пошел Синахирим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды, и взял их. И послал Изекия царя Иудейский к царю Ассирийскому в лохи сказать, «Я виной он, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царя Ассирийский на Изекию царя Иудейского 300 талантов серебра и 30 талантов золота. Здесь говорится о 30 миллионах долларов. Видите, наложил здесь 30 миллионов долларов. Что здесь пытается сделать Иезекия? Он старается откупиться от царя Ассирийского. Как много из вас знает, что от дьявола не откупишься? Говорю вам, он хочет иметь все, что у вас есть, он хочет полностью контролировать вашу жизнь. И здесь говорится, «Я отдал Иезекия все серебро, которое нашлось в Доме Господнем и в сокровищнистах Дома Царского. В то время снял Иезекия золота с дверей Дома Господня и с дверных столбов, которые позолотил Иезекия царь Иудейский и отдал это царю Ассирийскому». Дьявол обобрал их во всем, что у них было. И обратите внимание, что случилось. Он слышал некоторые вещи, он слышал, как они захватывают другие города. Дело в том, что они могли захватить другие города лишь только потому, что они не подчинялись Богу. И теперь он приходит, посмотрите на 19 стих, так сказал Рапсаким, «Скажите Иезекии, так говорит царь великий, царь Ассирийский. Что за упование, на которое ты уповаешь? Есть здесь кое-что интересное. Вся эта мысль относительно веры, это упование на Бога. И он спрашивает его, «Эй, почему ты собираешься уповать на Бога, когда я взял все эти города?» И так далее. «Хорошо, Иезекия сделал кое-что, и очень скоро Иезекия отправил своих людей к Исаии, пророку. Зачем он их туда послал? Он хотел получить Слово Божье от Божьего человека. Посмотрите на 19 главу, 6 стих, «И сказал им Исаия, «Так скажите Господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги, слуги царя Ассирийского, поносили меня. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. Имейте в виду, мне не понадобится ваша способность. Я возьму его и сделаю то, что он побежит в свою землю и убью его там». Что делает Иезекия? Иезекия вернулся в дом Господен с письмом и развернул его Иезекия перед лицом Господнем, которое было прислано ему Божьим Человеком. Другими словами, он открыл Библию, он открыл Писание, он открыл Слово Божье. Библия говорит, «И если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла». Почему? Потому что ты со мной. Потому что присутствие Господа прогонит всякий страх. Говорю вам, когда страх приходит в вашу жизнь, берите Слово Божье и начинайте говорить о той любви, начинайте провозглашать те вещи, которые Бог сказал вам. Он всегда хочет, чтобы я торжествовал. Он никогда не оставит и не покинет меня. И смотрите, страх уйдет из вашей жизни. Стих 15. «И молился Иезекия перед лицом Господнем и говорил, «О Господи Божий Израиль!» И он молился той молитвой, и давайте, пожалуйста, перейдем к 34 стиху. «И Бог сказал, «Я буду защищать этот город ради себя самого и ради моего раба Давида». «И случилось в ту ночь», скажите, «В ту ночь», «И пошел ангел Господень и породил встание сирийском 185 тысяч». 185 тысяч. «И когда они поднялись утром, и вот все тела мертвые». Я говорю, что Бог будет вести твои битвы за тебя. Обращайтесь к вере. Не позволяйте мужеству покидать вас. Поднимитесь мужеством и скажите, «Подождите минуточку. Я сражаюсь с добрым подвигом веры. Я не собираюсь принимать это в мою жизнь. Я хочу, чтобы всякий страх оставил меня, и я говорю это прямо сейчас. «Сатана, ты не можешь принести в мою жизнь страх. Я больше не боюсь тебя. Я больше не боюсь умереть. Я больше не боюсь заболеть. Я не боюсь разбиться. Я не боюсь ничего, что могут обо мне сказать люди. Я не боюсь ходить в школу. Я не боюсь, что ты нападешь на моих родственников. Я не боюсь. Я не боюсь. И вы делаете это, и Дух Божий поднимается в вас. И хвала укрепит вашу решимость. И хвала заткнет дьяволу глотку. И хвала принесет присутствие Бога в вашу жизнь. И вы будете свободны. Я приказываю духу страха при звуке моего голоса прямо сейчас. Я приказываю тебе покинуть Божьих людей прямо сейчас во имя Иисуса. Кровь против тебя прямо сейчас. Ты не можешь устоять. Уходи во имя Иисуса. Теперь, Отец, наполни их Своим Словом. Наполни их Святым Духом. Наполни их храбростью и силой во имя Иисуса. И пусть все верующие закричат. Аминь. Сегодня день пожертвований на наше вещание. Бог продолжает расширять это служение. Мы приехали сюда всего лишь с 200 долларов. Никто не знал ось. Никто на самом деле особо и не обращал внимания. Одна дорогая сестра открыла для меня и семьи дом, где мы начали служение в районе Чикаго. Но сегодня мы транслируем наши передачи более чем на 130 наций. В последнее время мы расширили наше служение. Теперь наше телевидение вещает с понедельника по пятницу. Теперь у нас есть потенциал достигнуть 670 миллионов квартир и домов по всему миру. Слава Господу! Евангелем Иисуса Христа! Теперь я хотел бы, чтобы вы поразмышляли над семенем. Я знаю, что вы молитесь за нас и мы молимся за вас. Слава Господу! Мы хотели бы, чтобы вы подумали о поддержке служения. И так как вы это делаете в этот день пожертвования, я бы хотел помолиться и благословить это семя, которое Бог не только умножит в вашей жизни, но это семя способствует тому, что Слово будет сеяться в дома многих-многих людей и наций, и семьи будут изменены. Хорошо, если вы имеете это семя, если это у вас на сердце, я хочу помолиться прямо сейчас. Библия говорит, если вы даете, то дастся вам доброй мерой, утрясенной, переполненной, будет отмерено вам. Бог знает, что мы не в мировой системе, а в системе Царства. А Его система — это система сеяния и жатвы. Итак, позвольте мне помолиться, давайте молиться вместе. Отец, мы приходим во имя Иисуса, мы приносим это семя, и мы сеем его в хорошую почву. И когда мы сеем, мы верим, что Твое Слово говорит в Луке, давайте, и дастся вам меру и добрую, утрясенную, отвесят вам. «Отец, я молю, чтобы им было отмерено во сто крат, тысячу раз больше, чтобы им возвратилось во много крат. Также, Господь, мы молим, когда сеется это семя, чтобы мы достигли более миллионов душ Евангелем, и не только Евангелем, но чтобы пришли изменения в их жизнь. Отец, мы благодарим за это, чтобы это способствовало не только урожаю в том, что мы верим, но урожаю душ в Твое Царство. И теперь мы благодарим Тебя и отдаем хвалу». Хорошо? Это была молитва. Это была молитва веры, которая работает прямо сейчас. Слава Богу! Итак, сейте свое семя. Спасибо большое. Также спасибо за ваши молитвы и поддержку. Каждую минуту мы нуждаемся в молитве. Молитесь за нас. Мы молимся за вас каждый день. Это Билл Уинстон. Мы любим вас. Увидимся в следующий раз. Продолжайте ходить верой.